Здравствуйте! В эфире новости культуры Кировской области. Этот выпуск проведу я, Юлия Волкова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Олег Николаевич стоял у истоков зарождения массового краеведческого движения в районах области. Под его руководством в конце 80-х годов прошлого века прошел первый краеведческий съезд, на который приехало более 400 участников. Никогда, ни до, ни после, вятские краеведы не проводили таких масштабных встреч. Моя задача была не просто, чтобы в районах-то знали, кто они, откуда они, когда возникло их село. Это дало определенный толчок. Появились краеведческие книги. Белая Холуница написала прекрасную книгу. Паленки написали прекрасную книгу. Уржу издает краеведческий журнал. Олег Виноградов носит медали, как участник войны. Победу он ковал в тылу на военном заводе в Челябинске. Слушать его рассказы об этом времени можно бесконечно. Я работал в Мартайновском цехе. Дошел до второго помощника Солевара. А потом, когда привезли в Сан-450 катать танковую броню для Челябинска, у нас броней, которые были покрепче, директор завода Аликин собрал у нас всех в этот Сан-450, и мы катали броню. Когда меня спрашивают, назовите настоящих краеведов нашей области, я в первую очередь называю Олега Николаевича, потому что это прежде всего исследователь, человек, который постоянно в архиве, постоянно изучает документы, находит очень много интересного. С именем краеведа связано много открытий. Например, он первый в Кировской области начал подробно изучать родословную старинной вятской династии Воснецовых и требовал еще в советские годы, что тогда было неслыханной смелостью восстановить церкви в родовых селах Воснецовых, например, в селе Ашеть. Сказывался авторитет Олега Виноградова. К его мнению прислушивались. Олег Николаевич всегда работает на опережение. Вот сейчас есть программа «Воснецовское кольцо». У истоков этой программы еще в далекие 80-е годы стоял как раз Олег Николаевич, который стал изучать села, в которых жили Воснецовы, и в результате родилась идея Воснецовского кольца. Ну вот есть такое выражение «ходячая энциклопедия». Так Олег Николаевич как раз такая энциклопедия. Что касается наших сел, он все знает. И вот тут недавно мы праздновали 500-летие села Волково. Ко мне пришли волковчане, я там, в общем-то, живу, и спрашивали, когда наш юбилей. Я, естественно, не смог точности назвать. И позвонил Олегу Николаевичу, он мне все это сказал. Такие люди, как Олег Николаевич Виноградов, честь и гордость Кировской области. На него равняются и коллеги, и подрастающее поколение историков. Неудивительно, что поздравить юбиляра с 85-летием собрался целый зал. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как отмечают организаторы, праздник малых деревень – это не просто развлекательное мероприятие, а масштабный грантовый городской проект, цель которого – привлечь внимание общественности к проблемам малых деревень. Хотелось сделать такой праздник для людей, качественный праздник, такую же услугу праздника, какую получают горожане, такую же услугу предоставить и в малой деревне. Куда и магазина, в общем-то, где нет, нет услуги, этого же парикмахера, там, ну, о празднике даже и говорить нечего. Узнать о традициях и промыслах татар сегодня можно в библиотеке имени Грина. Милана Поварницына побывала на выставке «Мы вместе» приуроченной Году культуры. Здесь можно увидеть книги и диски татарских авторов, а еще уникальные коллекционные куклы и изделия национальной кухни. Они выполнены участниками и юными воспитанниками Центра детского творчества, где каждый желающий может приобщиться к традициям татарской культуры. Люди должны видеть такую красоту. Изделия изготовлены, вот куклы сшитые Бузиковой и Ленурой, с членом семейного клуба «Согласие». А кухню мы приготовили с детьми на уроке татарского языка. Хотя выставка носит камерный характер, это сетевой долгосрочный проект местной национально-культурной автономии татар, Центр детского творчества с изучением прикладной экономики и выставочного центра «Диорама». Предполагается, что выставка «Мы вместе» побывает на разных площадках города. В первую очередь проект поддержали кировские библиотеки. Библиотеки обязаны и несут такую миссию. Именно атмосфера взаимоотношения доброжелательная, должна воспитываться, культивироваться в детях, уважение к людям разных национальностей, независимо от цвета кожи, разреза глаз, языка. В библиотеке имени Герцена открылась выставка миниатюрных изданий «Книга на ладони». Тираж таких книг невелик и часто это уникальные ювелирные творения. Предпочтение долгое время отдавалось поэзии как наиболее удобной форме для печати в подобном формате. В коллекции Герценки миниатюрных книг около тысячи. К некоторым прилагается лупа, чтобы было удобнее читать. На выставке представлены и фоксимильные издания Пушкинского Евгения Онегина и книга Басин Крылова. Мы можем представить два варианта миниатюрных изданий. Это издание 1837 года Санкт-Петербурга, которое представлено у нас как оригинал и как фоксимильное издание. Вы видите, что оно отличается даже чисто внешне. В Кирове вновь принимали участников фестиваля «Междуречи» лучших бардов со всей России. Фестиваль зародился в 2006 году с центра авторской песни «Вокзал». Сегодня это целое течение, к которому каждый год присоединяются новые исполнители. Подробности в репортаже Ивана Швецова. Творческой основой «Междуречья» стала авторская песня. Однако современная авторская песня принимает любой стиль и направление в музыке. На фестивале было много авторов и музыкальных коллективов, которые работают в промежуточных пограничных жанрах. Барт-рока, бард-джаза, бард-фолка. Показать разнообразие новой внежанровой музыкальной и песенной культуры – одна из задач фестиваля. Несмотря на такую погоду, те, кому действительно интересна музыка, тем, кто любит этот фестиваль, они приехали и с маленькими детьми, и переночевали ночь, и сегодня целый день здесь. На поляне порядка 500 человек. Хотелось бы видеть больше, но здесь самые стойкие. Погода действительно испытывала настойкость участников, среди которых были и настоящие звезды. Например, Михаил Башаков, больше известный широкой публике, как автор песни «Элис». Приехал на фестиваль по приглашению Елены Гинсбург, с которой он познакомился на Грушинском фестивале. Не кончаются уроки безудержной ласки. Играйте оркестры, страдайте на сцене маской. В этом году фестиваль посетили авторы из Украины, Нижнего Новгорода, Москвы, Тобольска, Ижевска, Санкт-Петербурга, Перми и Кирова. Междуренщик для меня – это бренд. Это сразу же слово, которое гарантирует хороший уровень людей, которые будут на сцене. Здесь есть кого послушать с удовольствием, есть у кого поучиться, есть с кем пообщаться на том уровне, на котором хочется вообще вот так, который может быть в реальной жизни не особенно и встречается. Сразу же по окончании Междуречья межрегиональная делегация отправилась на Грушинский фестиваль. Напомним, что наша программа выходит при поддержке правительства Кировской области и Управлению культуры Администрации города Кирова. Всего доброго и до встречи на канале Россия Культура и Россия 24.